И планета, как жизнь нам отнадана, Среди тысяч миров и чужих земель. Анапское творческое объединение «Дорога добра» уже 10 лет занимается детской реабилитацией. Эти уникальные сувениры сделаны руками юных членов клуба. Каждый в меру своих возможностей придумывал идеи для поделок. В объединении дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются музыкой, танцами, вокалом и прикладным искусством. По словам родителей, успехи благодаря этим занятиям фантастические. Те, кто с трудом запоминал тексты, научились свободно читать стихи и даже сочиняют свои рассказы. Помогают тем, кто хочет, я вам так скажу. Если человек сидит дома и никуда не хочет выходить, то и как ему помочь? Это только насильно, так скажем. А если есть желание у ребенка и у родителя, есть возможности передвижения, например, то помощь однозначно поступает и с разных организаций, с местных организаций, городских организаций. Пример мужества и жизнелюбия – специальный гость из Краснодара. Мария Киреева стала мастером спорта по прыжкам на батуте. Из-за врачебной ошибки ее жизнь оказалась под угрозой. Симптомы опухоли медик спутал с обычной гематомой. Через год МРТ выявила рак. Несмотря на диагноз, Мария была уверена, она сможет вернуться к полноценной жизни. После операции для нее сделали протез. С ним Мария продолжает заниматься спортом. Мы восхищаемся судьбами анапчан, которые находят в себе силы не только бороться с болезнью, но и вести полноценную, активную, посыщенную событиями жизнь. Таких у нас очень много. Как отметил заместитель главы, создание комфортной среды и развитие эффективных систем поддержки – одна из важнейших задач городских предприятий. Сейчас в Анапе действует сразу несколько организаций для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это Анапское общество инвалидов, творческие объединения «Открытые сердца и дорога добра», «Дайвин-клуб Акваглобус» и другие. Все они в этот день получили благодарности от администрации города-курорта. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.